Сначала депутата МОСО Болдумы ознакомили с условиями работы сотрудников. Продемонстрировали новую компьютерную программу, благодаря которой обслуживание лифтов и подъемных механизмов в Одинцовском районе стало гораздо качественнее и быстрее. А уже после состоялась встреча Ларисы Евгеньевны с сотрудниками Лифтека. Мне бы хотелось, чтобы не был мой такой бесконечный монолог. Мне бы хотелось, чтобы у нас все-таки был диалог. И вот как раз вот такие вот хорошие вопросы тоже мне были заданы не только как человеку, как депутату в том числе и как диалогу. Мне бы хотелось бы с вами побеседовать тоже на некоторые вопросы. Я не буду очень много у вас занимать времени. В начале беседы Лариса Евгеньевна напомнила собравшимся, что 8 сентября помимо выборов губернатора Московской области в Одинцовском районе состоится референдум. 8 сентября у нас будет референдум, который утвержден на Совет Депутатов района. Это очень важные вопросы, три вопроса наших жителей, которые, в принципе, сейчас и задаются. Первый вопрос – это всегда актуальное здравоохранение, это бесплатное образование и, безусловно, это безопасно. Первый вопрос, который был задан на встрече, касался строительства эстакады, по которой жители Одинцова смогут беспрепятственно и комфортно добираться до 8 микрорайона нашего города. На данный момент строительство, приостановленное жителям, ежедневно приходится сталкиваться с проблемой выезда из микрорайона. Вопрос прокомментировал депутат Городского совета депутатов Григорий Кунашенко. Когда проект готов, дается разрешение на строительство на несколько лет. То есть срок из всех проекта закончится. Сейчас идет вопрос продления срока до действия проектной документации. То есть оно будет продолжено строительство. Вопрос когда-то закончится, понимаете, да? Вот. Александр Георгиевич на одном из совещаний очень острый вопрос поднимал. И со всех, кто к этому причастен, приложить максимум усилий, чтобы ускорить это дело. Потому что это наши люди, наше население, естественно. Этот вопрос с повестки дня не снят. Еще одна проблема, которая остро стоит не только перед жителями и гостями нашего города, но и непосредственно перед сотрудниками Лифтека. Это железнодорожный переезд в селе Перхушково. Из-за постоянных пробок на переезде возникают сложности по оперативному обслуживанию таких населенных пунктов, как Перхушково, Успенской, Горки-10 и так далее. Лариса Евгеньевна сообщила, что исполняющая обязанности губернатора Московской области Андрей Воробьев уже принял решение о строительстве новых эстакад через подобные железнодорожные переезды. Причем возведение таких сооружений будет проводиться за счет бюджета Московской области. Множество вопросов, задаваемых на встрече, касались лыжероллерной трассы имени Ларисы Лазутиной. Планируется ли освещение, сроки завершения строительства централизованных выездов и въездов с трассы, будут ли на территории построены кафе, пункты выдачи лыж, роликов и велосипедов, кабинки для переодевания. На все эти вопросы гости дала утвердительные ответы, добавив ко всему, что в ближайшее время вдоль всей трассы будут отсыпаны дорожки для пеших прогулок. Обсуждался также вопрос трудоустройства выпускников Одинцовского гуманитарного института. Проблема старых пятиэтажных домов в первом микрорайоне, несанкционированных точек торговли в Одинцовских дворах и многие другие. Некоторые вопросы, требующие тщательного рассмотрения, Лариса Лазутина взяла на заметку и пообещала, что постарается по возможности их решить.